Продолжение следует... В результате такого воздействия психотронного оружия мне были нанесены ожоги, язвы, порезы, проколы, синяки и, наверное, и все. Это что касается физического воздействия. Кроме того, подвергаюсь неуносимым болям и пыткам. В организме органов подвергаются вибрации, используется ультразвуковая и инфразвуковая волна, которая доводит невыносимые звуки в виде шума, скрежета, какого-то гула невыносимого. Я немножко буду подглядывать в конспект, потому что очень большое воздействие идет. Могу сбиться и что-то забыть. Вызывали, значит, мне язвы на языке, в носу, на половых органах, между пальцами ног, на ногах. Потом вызвали отслоение внутриглазной жидкости, сначала в правом глазу, потом влево. Я была в микрохирургии глаз на консультации, и там сказали, что это именно в основном бывает от ожогов. Именно от воздействия электронного луча это произошло. Ожоги глаз были точечные, именно точечные. Нанесены были с точностью до миллиметра от озрачка. На языке тоже самое был, такой же точечный ожог. Потом появился ожог на спине, в области правой почки. Это был уже огромный ожог. Есть фото, подтверждающие такого садизма. Потом, значит, ну что еще, вызывают зуд невыносимый, жжение. Самые разные состояния, слабость невыносимая, лишают сна. Идут постоянные прострелы лучевые во все органы. Потом, значит, атакуют вот этими запахами несуществующими. Атака вот с запахами. Еще, значит, используют всякие световые эффекты. Ну, как бы вызывают, как галлюцинации зрительные и так далее. Ну, то, значит, вот такое ощущение, что огонь страшный в глазах. Так, невыносимый вот гул в ушах стоит постоянно. И доводит всевозможные звуки, значит. Звуки с улицы, допустим, там, мусорные баки стучат мусорными баками, дверьми. Так, звук сигнализации постоянно раздается в машину. Гул работающего двигателя, там, а моторы. Ну, самый-самый, вот кричит ворон, там, значит, щебечет кузнечики даже зимой. Орет какая-то птица постоянно. Вот все эти звуки доводятся. Потом, значит, звуки всевозможные в квартире. Стуки по всей квартире. Идрю в дрели постоянно, значит, используют вот такой звук. В общем, атака вот этим всевозможным звуковым эффектом. Потом еще, что, значит, хотела сказать. Хочу сказать, что вот это оружие-то, оно не только физическое, которым можно убить человека или, значит, вызвать у него там любое заболевание, оно еще и психологическое, которое воздействует на психику, на мозг человека. Тогда можно манипулировать сознанием человека. И вот таким образом, вот такими, значит, эффектами доводят человека до самых разных состояний. Как случился у меня, значит, как начинался этот террор? Перед открытой фазой всегда бывает скрытая, когда изучают организм жертвы, изучают его психику, изучают его физиологию. Это может продолжаться много лет. В моем случае вот такой период скрытой долги, я думаю, не менее 5-7 лет. Вот. А начиналось это вот все так, значит. К нам в квартиру, у меня, со мной проживал мой отец, он молитвойной. У него был инсульт, я была вынуждена не работать, ухаживать за ним. И вот в это время, значит, позвонили в квартиру двое, я открываю дверь, стоят такие двое мужчин, крепкого телосложения, при галстуках, костюмах, с красной папкой. И спрашиваю, здесь проживает инвалид войны такой-то, такой-то. Я говорю, да, здесь я его дочь, проходите. Ну, они вошли, прошли к нему в комнату и говорят, что мы представители специальной медицинской службы для инвалидов войны. Значит, к вам будет, к вашему отцу приезжать каждый вторник и четверг, медсестра будет делать ему уколы, капельницы и всякие процедуры. Я говорю, я вообще-то уколы умею сама сделать и ухаживаю за ним сама. Ну, говорю, это было бы неплохо. Потом попросили принести паспорт отца, я ушла. Они там остались наедине. Открыли папку, я видела в папке в этой, были фамилии, адреса. А уж что там, какие конкретные, я не знаю. Потом они ушли. После этого вот начали происходить там всякие непонятные явления у нас. Значит, свет в туалете и ванной стал постоянно мигать. Что мы только не делали. Электрику приглашали, меняли патроны лампы, ничего не могли сделать. В ванной, в ванной постоянно что-то гудело. Гул был страшный. Ходил он только до третьего этажа. То же самое. Не нашли никаких причин на это. А потом, значит, появились вот запахи в туалете. Невыносимый запах електрикого табака. Когда он появлялся, мне становилось плохо. И сердцебиение, давление начиналось. Ну, вообще стало плохо, и все. И вот этот запах стал появляться постоянно. Потом на кухне какие-то запахи были. Я не готовила ничего. И вдруг появлялись такие запахи. Какой-то жареной курицы там с чесноком. Какие-то запахи, как будто что-то, ну, когда печешь какое-то сдобное, что-то там такое. Вот такие запахи. А потом вот меня этот так достал запах, что я пошла к соседу, все грешила на него, к соседу снизу. Думала, он курит, и оттуда идет вот этот запах електрикого табака. Но у них не оказалось этого запаха ни в комнате, ни в туалете. А потом соседка из квартиры, из соседнего подъезда, на первом этаже, тоже стала жаловаться, что жить в квартире невозможно. Постоянно ее одолевает вот этот запах. Что у нее, ей становится плохо головокружение, сердцебиение. И она меня уговорила обратиться в милицию. Вот. И я ей говорила, у меня та же самая история, и непонятно, откуда этот запах идет. И потом, значит, они уехали, наверное, спустя полгода после вот этого случая, как началась вот эта атака с запахами. Они уехали из этой квартиры. Потом, значит, появился вот белый порошок в замочной сплажине, когда я пришла домой. Я думала, это ребятня там балуется, что-то, жвачку какую-то засунули, еще что-то. Просто, думаю, по подъезду бегают, от нечего делать. Не обратила на это внимания. Ну, видимо, они вот так сделали отпечаток ключа. Потом, значит, вот пропали квитанции на оплату телефона у нас впервые. Такого никогда не было. Им, видимо, вот был нужен номер телефона уточнить. Потом начались звонки, вот по телефону по-домашнему. Стали звонить бесконечно, что-то говорят, там непонятно что. Незнакомые совершенно люди. Потом, значит, начали звонить уже и в домофон. Тоже какие-то незнакомые люди что-то такое банальное спрашивают и уходят. Потом стали появляться неестественные боли и состояния. Боли такие вот пронзила почка. Там меня так пронзило. Как будто вот амплипульс током. И главное, что боль продолжается 10-15 минут и проходит. Бесследно проходит без всяких последствий. Вот такие вот боли. Потом начало все болеть в организме. То один орган, то другой, то третий. И главное, что проходит какое-то время, а они сами себе проходят. Вот такие неестественные боли. Потом у меня обнаружили. Можно вам вопросы? Вот это вот вы рассказываете, это типичное со всеми, где вы прицепите роли, обработку. А как вы поняли, что это именно оружие на вас экспериментировать? Это я поняла только тогда, когда начался открытый период террория. Когда идет скрытый период, человек не может понимать, что с ним происходит. Никак он не может понимать. Он это воспринимает как обыденное, как повседневное, как и у всех людей вроде бы. Ну, бывают там какие-то отклонения, как у всех людей. А понимает этот человек только тогда, когда его вводят в открытую фазу. Только тогда человек может понимать, что с ним именно происходило такой подготовительный период. Когда идёт подготовительный период, вот сейчас это понятно, что прощупалась каждая клетка ровни. Каждая клетка. Изучалась вся физиология человека. Изучалась вся его психика. Каждая реакция психологическая прощупалась. Именно прощупалась. Как реагирует, что реагирует, на что реагирует. А уж потом выводит в открытую вот эту базу. Открытое что с вами делали? Гонсталкин был у вас? Расследование расскажите. Преследование организовали очень мощное. Были привлечены таксисты, разные водители, маршруток. В основном, в первую очередь, были привлечены водители. Они выезжали всюду мне поперёк, становились дороги навстречу, освещали фарами, сигналили, включали громкую музыку. Это было преследование на автомобиле. Потом групповое преследование, они, значит, за мной таскались. Группы молодёг уже в основном, подростков, в автобусе, в транспорте, на остановках, в магазинах. Ну, везде, абсолютно везде, где только я появлялась. Мы ходили в группу, мы, значит, давали понять, что вот начиналась вот такая, ну, как бы эксперимент уже по чтению мыслей. То есть я иду, они меня сопровождают, или где-то я стою, они тоже рядом, и начинают обсуждать, о чём я думала, о чём я говорила с мужем дома, или что я планирую, куда я иду и зачем. Они всё знают и начинают обсуждать между собой, и вот так, значит, приводят меня в такое недумение. Ну, откуда это они могут знать? Ну, вот использовали вот такой, значит, модуль, так называемый, который используют при психотерроре, это вот чтение мыслей. Значит, для запугивания тоже использовали скорые помощи. Скорые помощи везде выезжали навстречу, проезжали мимо с сиреной, вот. Потом, значит, катафалки выезжали всюду, мотоциклисты выскакивали в чёрных масках, вот, значит, такие запугивающие, ревущие, с ревущим таким звуком. Там КАМАЗы огромные выезжали, мусор, сборная машина вдруг оттуда появлялись, даже просто вот где-то я не шла там. Вот такая вот психологическая атака шла, это вот когда было преследовано. Сколько лет это уже всё продолжается? Это уже продолжается почти пять лет. Вот открытая фаза, открытая фаза, вот, с октября 2009 года. А 29 октября 2009 года была проведена психоатака, именно психоатака. Это было сделано ночью, ночь, на 29 октября. Чтобы описать психоатаку, это, конечно, очень нужно много времени, но это была самая сильная обработка. Значит, когда я легла спать, вот, уже ночью, мою шею и голову пронзила какими-то лучами. Лучами снизу, импульс, импульс, именно вот только шею и голову пронзила лучами. Я вскочила, конечно, испугалась всего этого, я не могла понять, что это такое. Потом я, значит, подошла к окну, к окну, и на оконном стекле, на оконном стекле появилась сетка. Вот такая, с сотовыми ячейками, с сетками, напоминающаяся сотовая ячейка. Такая золотистая, светящаяся. Под окном стояли машины, которые перед этим, значит, всё время, где наши, куда-то выходит, наши спальни, они там постоянно были. Эти машины, значит, завели мотор сразу, раздался хлопок какой-то, и они уехали. Потом пошла, значит, я в туалет, в туалете свет включается-выключается, включается-включается, а из одной двери из глазка идёт луч, светящийся луч. Это темно было, и вот был, видимо, хорошо этот луч. Потом, значит, состояние страха было необыкновенное. Разрасталось каждой минуте. Начиналось сердцебеление, какой-то необыкновенный страх появился. По всему потолку и по стенам скользили вот эти огромные лучи, светящегося, ну, какой-то световой, даже не один, а их было много. Цветовые лучи по одной стене шли, по второй стене, потом они пересекались по потолку, и это вот такой был эффект страшный. Теяна, Вы очень много пережили. Вот как Вы думаете, кто это, что это, зачем это, каким выводом Вы за столько лет пришли? Расскажите, вот, может кто-то посмотрит Вашу историю, попадёт в такую же ситуацию, может, поможет как-нибудь получить такую информацию? Ну, во-первых, эти технологии, я считаю, что эти технологии, в первую очередь, испытывают на людях, именно как само психотронное оружие. Как оно работает, как оно действует, какой результат от его воздействия. При этом отрабатываются и сами технологии, техническая оснащённость, и результаты такого воздействия. Именно идут эксперименты на людях, как по применению этого оружия. А во-вторых, я считаю, что это оружие попало в руки криминальных структур, именно криминальных синдикаторов, куда входят, как мы уже знаем, ни для кого не секрет, и наши представители власти, и правоохранительных органов, и те же бандиты. Именно они это используют для своих целей. И в целях, значит, там, кого-то поставить на место, им нужно. Кого-то отжать жильё, бизнес, деньги, материальные ценности какие-то. Или, значит, кого-то там уже убрать с политической там арены и так далее. Очень много, как говорится, целей для этого у них и интересов. А на нас, на нас, вот на таких вот простых, они просто отрабатывают эти технологии. Конечно, эти технологии, они, в первую очередь, являются оружием, поэтому они нужны, в первую очередь, военным и спецслужим. А остальные уже используют и вот в корыстных таких своих целях. Хорошо, спасибо. Можно. Когда человек подвигается к психотронной обработке, то воздействует не только на саму жертву, а на всех членов семьи, на всех, кто проживает с ним в квартире. Вот, в частности, на его мужа тоже воздействует не только психологически, не только на его психику, но и на его физиологию. Значит, ему постоянно долго правую почку. От этого у него периодически появляется кровь в моче и боли, почечные боли. Такие вот. Значит, когда я начинаю стирать его плавки, вот, но все, буквально все плавки, они у него все пропечканы мелкими-мелкими вот такими отверстиями. Именно в области правой почки, где расположена почка. Таким образом, они не только воздействуют на него, вот, и вот так гнобят физически, но они запугивают меня и предупреждают, что, да, не только тебя, а вот и всех членов твоей семьи. Татьяна, вот скажите, как Вы считаете, государство участвует в этом? Безусловно. Не могут они не видеть и не знать то, что происходит. Вот в моем случае террор-террор. Уже почти пять лет проходит. В нем участвует, ну, масса людей, масса привлеченных в этом. И это происходит демонстративно, наглядно, открыто. Не могут не знать об этом ни спецслужбы там, ни... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.